Работают ребята молодцы, мы довольны. Быстро, сноровисто, без выходных работает, полный рабочий день. Запчасти остаются коллективной собственностью жильцов. Представитель домкома намерен договориться об их обмене на установку видеокамер. Технику решено беречь. В новые кабины будет удобнее заезжать на инвалидных колясках. В доме есть те, для кого это важно. Пару лет назад стало ясно, что две машины нужно менять, и жители забили тревогу. Городская администрация помогла с заявкой в КРФ капитального ремонта. Было выделено более 3,5 миллионов рублей. Минувшей осенью провели конкурс, чтобы определить подрядчика. Всего заменят 9 лифтов в 8 домах. В трех из них, как и в доме на Ивана Голубца, работы уже идут. В течение полтора месяца подрядчик должен уложиться. Но смотря по графикам, наш технодзор проверяет, укладывается. Есть договор о строительном контроле, о техническом надзоре. После того, как подрядчика выполнил все работы, технодзор проверит эти все работы. Потом приедет приемочная комиссия, это государственный фонд, это представители министерства, так и ЖКХ, это общественность, это собственники дома. Мы управление ЖКХ, ну очень большая комиссия, придет и будет проверять все эти дома. Также в рамках прошлогодней программы капремонта заменили кровлю на трех многоквартирных домах. На этот год запланированы работы уже на 19 объектах. Людям, в принципе, уже видно, что эта программа рабочая. Многое сегодня зависит от позиции самих жителей. Двор дома на Ивана Голубца не закрытый, но за ним следят. Есть видеонаблюдение. Все, что есть, сделано руками и на средства жителей. Недавно установили спортивный уголок для детей и средств, выигранных на конкурсе. Программа капремонта работает недавно. Средств, собранных жителями, пока недостаточно. Более 80% берут из общего котла. Фактически в долг под ответственность распорядителей. В этой ситуации, пожалуй, более значимо, насколько регулярно жильцы платят взносы в фонд капитального ремонта.